итак друзья мы переходим с вами на вторую карту трейдинг ауджи выбор ауджи карта инферно погнали тут почти патрики залетела 7-7 хп отступает пока что но уже имеет раскидку есть два дыма три флешки хаешка и даже дикой который могут воспользоваться пока сест отступает хаешка залетает еще одна мимо пролетать и 44 хп нет пока попадаем точку но есть норме он как раз и справляется еще флешка полетела слепой был манту остался у стенки пока далеко не отходит но пока грамм то есть топорники на б ничего пока не изменилось кроме того что как ауджи потеряли одного игрока сохранили два дыма судя по всему продолжает действовать патбе не будет никакого отступления под а перекроет гробы перекроет кт и будут выходить и пора перемещаться сюда помимо клакс и еще остальным игрокам они до последнего не переходят только сейчас должны выходить из 44 хп норме падает два минуса клок третий минус находит вот это ворвался с кт к сожалению мы видели от лица сезда но клакс разорвал неплохо и снова клакс делает основную работу в команде травим пока что сегодня снова пистолетка но пока это ни о чем не говорит мы же с вами друзья максимум что можем это пока посмотреть коэффициенты на встречу возможно все еще висит замочек на лоджи 101 а ходила леди на европейцев и 1256 на трайдента шикуем а пока выход норме все видел немножко поздний молик от клакс этим менее все-таки дает минус паника ложка залетает клакс 4 хп забирать еще одного кладет дым флэш успеть накинуть скорее всего погибнет должны находить его в дыме так получается алексиби его закрывает норме при этом череды мне пошел пушить ждет пока тиммейтов 11 хп у вальдо он пикает как раз из гробов реки пытается скаута прострелить а бомбы то все еще не ставится ее манту даже подбирать норме переводится алексиби только один минут дает как как раз таки подобранного фамаса ловень пикает и справляется с алексиби 2 подряд это то чего не хватало взять больше чем один раунд подряд для трагин опять же раундов было взято мало на первой карте всего лишь пять но возможно дальше будет больше возможно кстати будет размен пик сейчас напомню друзья если мы дойдем до 3 карты это будет до трейн но это не точно иметь ввиду что мы дадим 3 карты сист решил пушить дальше там со спины и он понял что тут есть один игрок пошел фига там и второй закрывает обоих но там со спины и по-моему своего убили нет не своего это алексиби дал один минус клакс при этом будучи слепым забрал флейм за ели к себе и вальдо последний в окружении соперников 1 хп утреки ловинг не пошел пушить а тут норме норме не понял откуда стрелял вальдо еще одного тут чуть чуть не забралась 7 хп осталось очень опасный раунд был а ведь это был экономический это у джи ну в любом случае трагин меняют девайсы похоже все кроме скаута и останутся деньги у трех игроков так что на следующий раунд ждем авик от трейдент это точно у остальных как получится и 5 клаше это у джи зато с фулл раскидкой эти арморами полноценными да и ты пытается пикать со скаута глядишь повезет что-то да удастся и не попадает все открылся слишком широко тут хешки летят уже под б пол хп у норви сис потерял четверть как бы с этого раунда не начался крах я думаю трейдент чтобы более-менее закрепиться на этой карте сколько надо взять за атаку за защиту наверное раундов хотя бы 8 а там глядишь более-менее пойдет ну опять же у них атака как-то лучше смотрелось если мы берем статистику да и последний матч и у них было две победы над коллективом 100pg при том на разных турнирах и пока у джи не торопится куда-либо выходить 40 секунды конца 22 играет прайдент если сестры даст минус то скорее всего не больше двух и после этого погибли потому что в такой позиции вряд ли уйдет хотя вот откидывать молик что примечательно осталось два дыма у джи будут ли они тушить чтобы быстрее проходить то что 20 секунду бомбы прыгать будет с ковров игловым вся надежда на тебя все уже просочились вниз чист за 1 закрывать ника чист еще один минус дает алексибия закрывает ловинга бомбу все-таки получается протащить в сайт и 3 на 2 вольду и чуть не погиб шестнадцать хп это так удачно дым прострелившись этот ран должен быть за трайдент молик сайт там как раз где бомба лежит киты имеется двух игроков алексиби тоже получает в дым скорее всего алексиби умудрится 1 закрыть долго-долго-долго чекать норме все-таки находит минус понимает где вальда он остается в апартаментах один смотрит другой дифьюзит нашел бомбу клакс будет пикать в последний момент вальда пытается выйти но сис прикрывает и 4 подряд для трайдент очень важный раунду опять же для уверенности первую очередь ну а коллаж только один успели подобрать да и вот он а век для трики вообще вспоминая неважно в этом составе уже или в предыдущем уже верно складывалось всегда очень плохо за атаку насколько я помню в общем за одну из половин могу ошибаться за атаку ли вот я помню что и особенно с европейскими другими командами там ладно и это за судим так сказать уже всегда одна половина проходила неплохо а вторая просто ужасно если ничего не путаю по-моему а так у них плохо получалось во всяком случае пока так наоборот за атаку норм играли да значит я попутал значит защиту не очень опять же за статистику я конечно там посмотрел там за такой правда чуть лучше но бывает такое что статистика показывает одно на практике другое так треки пока тут никого не пропустил но потерялись из ну точнее на вопрос потеряли это прошлом ради был не сист из как раз ки очень много импакт на прошлом раунде принес а возможно еще просто займут арку и не обязательно даже по до выходить хотя они же все гранаты почти потратили остался дым флешка наверно до конца все-таки в рецепт реки в сайте и его отвлекли тем что через дым прострелили главе падает но это больше похоже на сейф тут 25 идти уже ни к чему так и не дал пока минусы тригем за пять раундов чистый клакс по 7 фрагов неплохо как там в параллельном матче тем временем там была такая знаете достаточно плотная борьба но movie star riders все-таки довели до победы 16 11 твою любимую карту оверпас это понимание взяли шесть или пять подряд нас когда первых закончишь там помощью был 1110 что-то такое даже 7 подряд они взяли вот так вот сейчас напоминаю друзья параллельно матчи которые идут я буду удержать вас курсе ну а сегодня вы можете смотреть на канале феникс 4 феникс вместо ай одни ручка и первый тайм-аут от трайдент по деньгам не укладываются или как на авик денег нет похоже при этом gloving уже взял армор киты до распределяют как-то деньги для этого взяли тайм-аут и три кисауга очень мало гранат только у норвида клаксы и как же они сейчас станут один с гранатами на b1 на а а вот ауджи с авиком видимо тот сам авик забрал манту очень важный раунд для трайдент тут принципе много важных раундов да но само собой тист успел пропушить останется здесь скорее всего а манту прям пиксель-пиксель выжидает пойдет ли сесть дальше если в этом смысл рисковать полу заметили вы заметили ошибка его не прощают вновь на старте сис падает возможно все таки стоило подождать пока начнут агрессию за на банане проявлять лак за цемента пикает и хоть и были слепые игроки ауджи тем не менее с одним хп алексей беседки выживает а фракта вообще дал флеймс и дальше выход под б один единственный вальдо а кстати это не обязательно выход под б хотя манту пик и три кипоса момент еще до того как дым раскрылся в итоге двое игроков тройда остаются последними снова тройда начинает эти ошибки делать как и на нюке когда они просто действует каждый по одному никаких команд взаимодействий и кита 5 1 2 стоит и вот только сейчас уходит еще и норга в конечном итоге вообще сгорел в итоге снова все игроки ауджи живы и вот в этом раунде не могу сказать что ли был безидейно но тем не менее опять все по одному игроки это один действует и это своих плодов вообще не приносит сколько у треки было фрагов на прошлой карте 13 вместе с клаксом на одной волне были ну там опять же делу него не фрага хотя до перестрелили ауджи трайдент но мы видим на первых четырех раундах что здесь было очень даже неплохо у них вот по сути у трайдент вот только таких раундах когда нужно стакнуть с пятером какую-то до позиции у вас нет денег и тут пошли 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 никого одного второго закрывать дальше вальда пошел кушать закрыл а кого что уже уносит норме но вряд ли он далеко его несет ну все бомба стопроцентно уходит на б а остальные похоже идут искать норме чтобы не отдать калаш денег у трайдент будут на следующий раунд чтобы закупиться норме как разки дроп не тавик и этот калаш очень нужен как вы считаете друзья сколько раундов нас будет на этой карте потому что я думаю в принципе у нас может быть до десяточки все-таки доберутся обе команды норви решил пикать его сейчас заберут пока он слепой он ничего не видит и вот скрывает вальды не удается калаш сохранить стоило ли пикать норви может быть до конца стоило сидеть и глядишь не прочекают опять же если бы таком и что ж не получилось сэкономить хотя бы на одном девайсе тем не менее более-менее смотрится даже очень хорошо 4 м ки есть авик и если вот может быть моликов не хватает один есть только клакс на сервис трики под б а вот с изду вместе с ловингом надо играть очень осторожно тем более мы видим сами что бомба уже пода в апартаментах выжидает момента чтобы пойти скорее всего с балкона прорваться а что интересно там манту бустанули главвинг а я не удивлюсь если нет позиции все-таки прощекать и увидели огонь и флешку слове тем не менее дал не минус огловин ты не дает и все это сейф вот так вот четвертый подряд а тут же берут свое уже просто не интересно брать пистолетки им интереснее с девайсами играть что еще интересно принципе если я правильно понял твит flame за которую он написал вчера то что он будет играть с высоким пингом то есть если я правильно понимаю то он из израиля из дома играет но как мы с вами видим на этой карте да пока не так много фрагов на прошлое 18 мне менее он дал даже больше чем ник или к себе которые отрывались в первой половине во второй немножко расслабились надо собраться травин есть передевается есть два дигла ну конечно с этим то не хочешь а вау-вау трики-трики рискует и закрывает манту entry есть два раскидка И еще и флеймс А вот тут уже ловят на ошибках ОГ Но есть все еще шанс прорваться Все таки втроем если действовать на одну позицию Сист тут решил пикнуть в последний момент Перед тем как дым рассеется Айвик пока подобрал кстати Алекси Би Пойдет ли дальше пушить клакс Наверное в этом нет необходимости Хотя вот под клешку пикает Ника уже занимает ребра И все таки идут на банан игроки ОГ Норви Сейчас как бы его не подловили И вот он тайминг как раз таки Алекси Би обратно взял в руки калаш Забрал Норви Есть прорыв под Б пока один опорник там Должны принимать ОГ Где-то здесь один должен был остаться Клакс Выходит и Алекси Би вновь не убивает Какой живучий Алекси Би Часто мы видим как игроки ОГ Принимают урон в частности Алекси Би И живет Вот это был очень близко Очень был близк прострел Два деглавик Пять в три И нет гранат на выбивании И все это сейф Пять в три Решил пикнуть Норви Получилось неудачно А денег то полно ОГ Еще и три кью забрал Ника Еще и авик теряет Райднет Но это совсем обидно Гловия Пикает Вальда Неудачно Сиз закрывает Ника Но авик то не подобрать уже Может взорвется хотя бы Алекси Би Нет остается живых Ну совсем не везет Но авик тем не менее Сиз забирает Тут второй валялся Похоже Тот который выбросил Алекси Би Сомневаюсь что это был Тот который был у Трики Ну неважно тем не менее Авик все таки у Трайднет есть 14.03 на них ОГ естественно под замочком Это у нас на серии друзья Не на карту На карту возможно Немножко иные коэффициенты На gg бете Хороший мог быть раунд Но не довели до конца Опять флаймс хп потерял на банане В половину Но дальше не торопится выходить Возможно ждал что граната кит еще потратит Пытался их Выбить на себя от опыта И клакс пикет удачно Все таки поймал В итоге не флайм за Алекси Би И пока легкой затишью на карте Лжи готов выходить на B Много гранат еще в наличии Интересно прочекают ли буст Тратить дым Ах я думаю не хотят Но все таки прокинул Флеймс Но орбит Скрыгнул в бустах Похоже флешку славил в этот момент Четыре на пять Но надо рисковать Надо идти на ретейк Проблема в том что Сис скорее всего манту тут не пройдет Так он и получается Хотя попал по манту 16 хп оставил Был бы у него Калаш Он бы убил манту Полетели гранаты Сайт Перекрывает при этом Банан Лакс Пока минус не находит Очень закрыто стоят игроки Оужик Лакс Не ту позицию Чек Пытается прострелить Неудачно И Трики Уже спешит этот авик Уносить По крайней мере Закрывать Ника Понимает что его дальше Будут пушить И по моему Он не успеет уйти Или же Закрывает Все должен теперь уйти Флеймс С другой стороны манту уйдет Не должны успеть Они за ним прийти И все таки Сейвит Этот авик Не получается Ретейк у Трайдент Очень хорошо стояли OG И очень много дыма было Шестой подряд Для OG 6-4 Если что Друзья Расписание у нас Такое Что У нас Не начнутся игры Раньше положенного Времени И Они могут Сместить Начало Только На попозже Если у нас Какая-то серия Вдруг затянется Поэтому Следующий матч У нас начнется Если я ничего не путаю Не раньше 5-45 А пока Сминус манту И все зависит Здесь от Трайдент Смогут ли они перевести На третью карту Или же Нет Оу Опять у Сизда Не получается Раунд Знаете Через раунд у Сизда Как-то То получается То нет То получается То нет Клакс Пикает Девайс Правда Не забрал И они еще Не знают Что бомба Так-то лежит на т-спауне. Испугались, ушли. 4 на 3. Вновь в большинстве. Ой, по-моему... Ну, хотя трики с савиком, то, что там один... Да он сейчас погибнет здесь! 6 хп! Бежать, трики, бежать! Ханешка не долетает. Будет ли пикать Клакс? 20 секунд до конца. Бомба у ОУДЖИ. Есть молик. Для трики, благо он к нему пролетает. Клакс решает соло. Минус 3 от него. Вот это влетел. Видимо, ОУДЖИ пытались сделать акцент на АВИКе. Они понимали, что он где-то там живой. Возможно, он красный. Они пытались все как-то его найти. А тут Клакс из дыма выпрыгнул. И, наконец-то, прерывает эту серию из шести раундов ОУДЖИ. 13 фрагов у Клакса. Больше, чем у кого-либо на этой карте. 18 лет Клакс. Еще до игр в экстрему или с Тайбер Легаси видел его у нас в Казани на ланах. Очень даже не дурно себя показывал уже тогда. Опять пикает. Так, а вот это было лишнее. Тогда пикал Норвиде удачно. Мне кажется, Трайдент нужно перестать пикать. У них совсем это здесь не получается. На себе раз Клакс нырнул. Славил пулю. И сразу же ОУДЖИ меняет направление. Бегом идут на А. С балкона только один. Игрок Глоуинг. Ох ты, если бы он дальше зажимал здесь. Сист. Пока прекратил сжать. Глоуинг уже погиб. Сист один. Закрывает еще Алексибис. Надо просто жить. Надо просто жить. Но его уже накрывает сбоку. Ника. Тем не менее, 3 на 2. Пойдут ли на ретейк. Скорее всего, тюрьму не реагирует норме. Не прочекал. И остается только сейвить АВИК вновь. Ограничились одним раундом. Только Трайдент. А деньги на... А нет, слушайте, нормально. Учитывая, что трюки постоянно... АВИК сейвит. По сути... Он-то как раз сейчас девайсы раздаст. Возможно, только один дропнет. Чтобы если... Не пойдет. Купить АВИК. Но это если он засейвит. А мы видим, что идут его пикать. Ах ты, попадать по одному. Но это не то, что ему хотелось бы. Закрывай, тем не менее, Ника. Берет калажик, понимаешь? И там сбоку идут. И не получается у него все-таки засейвить. Вальда его накрывает. Последний момент. 7-5. Но все равно, скорее всего, купит АВИК. И дропнет еще один девайс. Если в этом есть необходимость. Скорее всего, Сизду. Сизду тоже неплохо по фрагам. 11. Не удержали, а? Опять же, ситуация. Если бы ДКБ. Если бы Глоуинг сжал в этот дым дальше, да? Может быть, он бы дал два минуса. Может быть, один. Перегранат. Профушил Клакс. Снова здесь неудачно. Просто пошли на банане. Все умерли. Алекси Би. Минус два. Плэмс минус два. И раунд закончен. Сизду остается только... Армором с П-250. Идти подбирать, может быть, остатки игроков ОГ. Если повезет. Но Флэмзы даже не получается забрать. Ну, такой быстрый раунд. Не знали, что похуже сделать. Давайте пикным банам. Давайте толпой. Ну, действовать толпой не удалось. Итак, предпоследний раунд. В принципе, денег на следующий у Трайдинг не будет. И вновь перестрелка авиков Трикки. На втором миде никого пока что не замечает. И есть шанс пикнуть манту. Как он делал в одном из раундов. Пока что падает от Ника. Вот здесь, похоже, он его уже не ожидал. Ну, долго-долго там Трикки находился. Никого так и не пикнул. А отойти уже не сумел. И вновь в итоге кто-то из игроков Трайдинг оставляет в меньшинстве свою команду. На старте раунда. И шансы в этом раунде крайне малы. Пытаются угадать. Тянуться хотя бы под один плент. Получится, будут принимать. Если угадывают. Если не получится, то будут сейвить. А ООГ вновь... Все прекрасно похоже. Читает, выходит на Б. Оно пустое. Ну, и Трайдинг будут пытаться сохранять. Учитывая количество денег у ООГ, они будут пытаться выбивать. Оставшиеся девайсы, чтобы совсем ни с чем оставить. Хороший вопрос. Получится ли у ООГ? Я думаю, хотя бы два девайса, скорее всего, они еще выбиты. В принципе, они уже должны направляться на поиски. Притом, Трайденты не зажали в пленте. Они держат ребра. Возможно, даже за мид будут цепляться. Или все-таки уйдут в закрытую. Ну, кто где успел, занял позицию. И будь что будет. Первый проходит. Клакс закрывает. И тут сразу же его пикают. Готовы были к этому. Минусист. Забирает Вальд и Глоуинг. Сразу после этого падает. Остается последний Норвий. И вообще всех убивает ООГ. Никого не дали засейвить. Ну, и такие позиции были у Трайдент. Опять же, без размена. Получается, ты даешь минус, умираешь. Размена нет. И, в принципе, опять же, на протяжении всей игры одна и та же ситуация. Без размена, без размена, без размена. В отличие от тех же ООГ, которые... Ох ты, ёх ты, шо ты делаешь, Ника? Какой пулемет? Ты че? Че за рофлы? Он взял пулемет. Так, и даст ли он хотя бы один минус с него? Три Фамасу Трайдент. Красный, третий, шестью, пятьдесят одно хп у Глоуинга. Ну, по крайней мере, ножик-то у нас никто не пытался достать. Да и, наверное, ситуации особых не было. Подходящих. Но ООГ, я думаю, все-таки вот этим выбором пулемета показывает, что они не чувствуют, похоже, Трайдент. Такой еще звук противный. Я так давно не слышу этот пулемет. Ладно, Негев еще берут. Он как бы дешевый. Зажал и... Сиди себе, стреляй. Клак! Отличный пик, но только одного получается забрать. И еще одного пикает, закрывает манту. А бомба-то убегает по да? И вот он, Ника. Сейчас устроит вот это. Та-та-та! Закрывает Трики. Но это только один минус. И все-таки он накрывает. Лоуинг. Больше похоже на шесть-девять. Аликсиби, правда, очень красный. 30 хп, и Норви его накрывает. Но, тем не менее, Нику нашел. Один минус этого пулемета. Но счет играбельный. 9-6. Посмотрим, что будет на второй половине. Опять же, как верно поправили меня, ООДЖИ все-таки за защиту на Интерна должны смотреться чуть похуже, чем за атаку. А как оно будет, узнаем во второй половине. Пока отдыхаю. Но передайте посмотрим быстрые коэффициенты. 14 и 18 сотых на Трайдент. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Итак, друзья, приступаем ко второй половине. Веселый пулемет был. Если что, это, видимо, в Клинфиде, то есть в самой трансляции были какие-то неполадки. Либо это какая-то специфика пулемета. Возможно, что-то поменялось. Когда в день к ней ведут пулеметы, возможно, именно от него бы какие-то басы исходили. Ну а у нас пистолетка. Все до этого выиграли Трайдент. Возможно, и сейчас будет прорыв. Плейлис никак не может найти свой минус. Остается последний опорник подбой. Алексей Би. Ника 10 хп еще параллельно остался. Мантус забрал Трики. А игроки-то бегут под нас бомбой. Мантус со спины закрывает. Гловник закрывает Сизды. Окей, бомба-то проходит. А Клакса не видели? Похоже, что нет. И будет дефать с балкона выход со спины. Потому что, скорее всего, кто-то все-таки с банана должен действовать. Но, 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 но. Оставшиеся игроки OG все-таки бегут через КТ. Они все трое будут действовать оттуда. И Трайдент сейчас, как только чекнут мид, поймут, что там никого нет. И все действуют будут с КТ. В библиотеке? С арки? Откуда-то? Там красная Ника, полхп Алексей Би. И Мантус 78 хп. Бежит на балкон Норви. Возможно, не успеет, потому что Клакса уже душит. Клакса, хотя потом должен закрывать. Второй успевает. Но это даже Норви успел помочь. Бомба, тем не менее, под него. Четыре минус от Манту. Это может быть Эйс. Это Эйс от Манту. Но бомбу не успевает раздефьюзить. Что он делает, а? Еще и курицу зарезал. Но это Х6. Если я ничего не путаю, Пентатрик в футболе это... Нет, это 5 голов. А 6 голов... Ну, двойной хэтрик или гексатрик. О, гекс фраг. Это пусть будет так. Но курочку мы в счет не берем. А вообще убийство курочки обычно бьет потом по карме. И следующий раунд обычно сливается. Но, учитывая, что у ОООД все равно нет денег, и там 5 юспов, в принципе, все может к этому и прийти. Итак, 3 калаша, 2 мака. Трайдинг ни в коем случае нельзя этот раунд отдавать. А то и эти калаши, а там... Кто и узнает, что будет. О, Джейс такует Б. Правда, не строят никакую пирамидку тут. Ис. Нашел одного, закрывает еще и второго фармит. Наверное, стоит отойти. Все-таки 21 хп, Норвий вообще не ушел. Ну, вот это, конечно, спрей был немножко кривой. И СИС, 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 будет ли Эйс еще один? Мог бы быть, но нет. Там кто-то своего забрал или не показалось? По-моему, кто-то своего убил. И должен был быть Эйс. А, трики, трики, трики последнего забрал. Никки, Никки, окей. Но, тем не менее, СИС остался жив. Хотя, он изначально получил много урона. И, казалось бы, должен был отойти. А вот у Норвий спрей с Калаша совсем куда-то ушел в сторону. Но, третий раунд, у Маунта уже есть АВИК. И это может быть основным препятствием для Трайдент. Играет под Бао Манту. Притом, не бежит пикать банан. Играет в закрытую. И три игрока остаются по-да. Притом, АУДЖИ не играет агрессивно по-да. Тоже держится здесь закрытую максимально. При этом, быстрый выход. С бакона, Вальда, двоих закрывает. Это плюс бомба. Знает еще о Клаксе. Пол хп у него. И все, и встали Трайдент. Хотят закрыть игрока, который будет подспевать. И это был Манту, он закрывает трики. Неплохой был десант. К сожалению, без фрагов. Может быть, сейвить? А с другой стороны, хочется выбить хоть какие-то девайсы из ОУДЖИ. А то будет совсем неприятно. Алекси Би до последнего не чекает. Сист в итоге остается здесь у кареты. Замечает Алекси Би. Пытается прострел его забрать. Открывается под пески. И, по-моему, дефолтный проигранный раунд. Хотя, вот, калаш не успели подобрать. Но там их полно. Разбирайте все. Но только Флэмзу не достанется. Он единственный под Б остался. Не получилось продлить серию после пистолетки еще одного раунда. На двух заканчивается. И тайм-аунт. Ну вот мы видим, что Клакс и Сист продолжают... Ну, можно так сказать, что брать раунды для своей команды. Тихонечку. Хотелось бы чуть больше импакта и от остальных. Ну и учитывая, какая ситуация у Флэмза, похоже и вправду то, что он играет из Израиля. И то, что он писал, что он будет играть с высоким пингом. И, похоже, я думаю, все-таки мешает. И играет все-таки до двух тысяч. Даже до трех. Интересный какой-то боевый трайвент. Клакс. Я думал, что без пистолета вообще пойдет разыгрывать раунд. Но нет. В последний момент он все-таки подобрал. Сист достается вообще 4 600. Можно было, наверное, хотя бы один Галил здесь что-ли. Ну, похоже, они в этот раунд не особо-то верят. Будет, что будет. У всех, кроме Глоуинга, в принципе, будет бай на следующий раунд. А, возможно, Сист оставил деньги как раз-таки, чтобы Глоуингу дропнуть калаш. И в этом есть смысл. Давайте в последний раз коэффициенты посмотрим, наверное, на этой карте. Там, в принципе, ничего не меняется. Там замочек висит на OG. И в районе 14, да, так и есть. И 23 сотых на Трайден. Но, тем не менее, друзья, может быть, на карту там вкуснее какие-то коэффициенты. Вы можете посмотреть на GGB. Сист ловит ХЕшку. 28 хп остается у него. А эти коэффициенты были у нас на серию. Флэймс отступает. И куда будут прорываться с этими пистолетами? Глоуинг хотел бы какую-то информацию получить по да, но там никто не шумит. Поэтому инфы никакой нет. И это до первого выстрела манту. Но остается 30 секунд до конца раунда, поэтому надо выдвигаться. Здесь раскидка, надо проходить ребра и пытаться прорваться в плен. ХЕшка, какая тайминговая? Минусист! Опять его с гранатой убивают. При этом, Алексей, это минус. Не удается зайти в плент. Алексей Би мало патронов и прикрывает его манту. Остается последний трики. Он, конечно, проходит в арку. И никого, к сожалению, не убивает. Остался красный Вальдек, красный Алексей Би, пол хп Нико. И вновь 5 живых у Оуджи. Как минимум второй раз они уже взрывают Сист с ХЕшки. На этой карте один раз его взорвали. А, нет, подождите. Его взрывали точно на Нюке, когда он шел по улице и на раннем тайминге защиты прокидывал ХЕшки. И вот здесь такой тайминг. Это, конечно, не одновременно было 2 ХЕшки, но темнее из течения раунда 2 слои. Трики. Опять пушат с авиком и не успевают выстрелить. Да что ж такое-то. Опять трики пушат, опять неудачно. Сист хотел то ли авик подобрать, то ли что. В итоге куча гранат. Сист вообще ничего не понимает. Слишком много гранат. По-моему, они все выкинули, все, что здесь было под Б. И дали, тем не менее, один минус. Но вот у Глоулинга нет девайса, было бы неплохо его подобрать. Флеймс запушил. Сист пытается найти фраг с дымом. В итоге авик остается там. Глоулинг без девайса. Все, банан отжали ОГ. Но, опять же повторюсь, они все гранаты абсолютно свои выкинули. У них остался один дым. И вот одна флешка. Флеймс только что выкинул последнюю флешку. Минута до конца раунда ОГ все гранаты выбросили. Правда, посмотрим у Трайдент. У них тоже всего лишь один дым остался. Но интересный такой раунд. Просто вот ханалия какая-то была полная на банане. И 45 секунд есть для того, чтобы что-то придумать. Тут Райдент. Сист вообще максимально на Т-шке сидит. Оставшие трех игроков сидят, просто мид чекают. Но надо как-то вместе пикать банан в таком случае. Может быть удастся пройти манду. Они, естественно, пока не знают, что там авик. Вот теперь они понимают, что он под Б. И вот этот единственный дым. Алекси Би нашел Глоуинга, который не пошел вместе с командой. Почему он не пошел вместе с командой? Они бы в четвером сейчас зажали бы этого манду. Даже если бы поспел Флеймс, как он пробежал. И все, это сейв. Окей, они вернули свой авик. Допустим, что Глоуинг стянул на себя внимание, чтобы Трайдент отжали авик. В итоге ничего не придумали, похоже. Трайдент и просто сели на базе. Окей, 8-12. Тяжело идет. Вторая половина. Может быть, Трайдент нужно покачать там. Чуть-чуть гранат на А, чуть-чуть на Б, фейкануть. Покачать ОЛДЖИ. Если у них получится, опять же, сейчас все гранаты выбить, как это было в предыдущем раунде. Ну, я в этом сомневаюсь. Потому что прошлый раунд это какая-то жесть была. Чтобы игроки защиты все гранаты свои выбросили. Все, все абсолютно. Даже флешки. Ну, вот в итоге снова банан поджали. Дальний дым. Все контролируется ими. А на сей раз у ОУДЖИ Манта играет по да. Такое чувство, что у Глоуинга вообще не получается надевать, накопить. Вот мы видели два раунда с Калашом его. Со второй половины. И, по-моему, все остальные раунды он играет с Диглом. Деньги не копятся. Трайдент раунд взять не могут. Бомбы поставить не могут. И он продолжает закупаться, закупаться, закупаться. Потому что команда что-то пытается засейвить. У них это получается. Но... Нужно хотя бы начать выбивать девайсы из ОУДЖИ. Ставить бомбу. Это будет хоть какое-то начало. О, слушайте. А если сейчас они все в арку пройдут? Вот это может быть сейчас поворотным раунд. Если у них получится просочиться. Пройти через арку. Выйти через КТ на Б. А с другой стороны, они, в принципе, сейчас, если обходят, тут ни один игрок уже не смотрит в сторону. Вот только сейчас с балкона начал смотреть Вальда. И они заходят под А, прямо под Вальду. Тем не менее, Сиз дает минус манту. Сразу же его разменивают. Падает и один, и второй опорник А оставшийся. И Алексиби уже здесь. 15 секунд до конца. Куда смотрим новый? Бомба падает. Трайдент, вы чего? Ну все, займите плент, поставьте бомбу. Куда вы все в пески? Зачем рванули все в пески большие? Я не понял, что сейчас произошло. Но раунд выиграли OG. Хотя, казалось бы, вот он раунд. Ставьте бомбу, держите плент. Все в ваших руках. Там два Фамаса. Окей, они про Фамас не знали. И Ник опять берет пулемет. Ох, наглец Ник, а. Опять берет пулемет. И при этом он не идет на банан. Он идет на А. Сейчас вы опять будете слышать басы. Если проблема в пулемете, то вы это поймете. Может быть мы что-то не знаем. Ё-моё, это что было? Что это за три минуса от Алексиби в дым? И Флейнс. Ох, ну ладно, Квакс одного забрал, но этого мало. И трики такой. Ну, пацаны, бомба на банане. Я не знаю, что делать. Умывая руки, жду следующий раунд. А денег нет. И тут нам даже Ника не понадобится. Тут просто Алексиби зажал в дым. Как зажал, так и сделал минус 4 в этом раунде. Ну, я не знаю, что у Трайдент не так, но идеи на раунды очень мало. Либо они не верят в свои идеи, пытаются что-то придумать. Там, я выйду, я стрельну, сейчас получится. Но по стрельбе они не переиграют, ауджи. Там, может быть, повезет, Квакс вышел, там, в нескольких раундах перестрелял. Там, сист у него удавалось в нескольких раундах перестрелять. Но у остальных по стрельбе совсем не идет. И в итоге те раунды даже, которые они пытаются вроде как сделать. Ну, мы видим, что они там какую-то раскидку делают, пытаются выйти. А в один момент потом, как будто, знаете, в середине плана что-то пошло не так. И все забывают, что им дальше делать. Это вот, в принципе, ну, бывает. Это именно проблема токсической. Того, что ты понимаешь, что нужно сделать вначале. Но если что-то пойдет не так в этом плане, то начинаешь теряться. И, соответственно, у тебя нет даже понимания того, что тебе нужно сделать. Манту ловит Рики. Перехватчик. Так, а сработает ли пулемет? Вот, с прошлого раунда. Ник остался неактивным. Сист флешку ловит. Чуть-чуть правее прицел бы он убивал бы Файмза, но выходил пикать КТ. А никак-никак не ближняя позиция. И глоуинг здесь тоже. Вот совсем глоуинга нет. И первой карте у него не было, и на второй карте вот. Его очень сильно не хватает команде. А ведь по их ЛТВ как раз-таки глоуинг и Трики с самыми высокими рейтингами в команде считаются фраг-лидерами, но их в этой встрече абсолютно просто нет. Клакс отлично себя показывает на первой-второй карте. Сист включился на второй, а вот глоуинг-стрики, ну они выключены. Может быть какой-то эконом-режим? Даже одного не получается дать. Минусу Норви, Клакс, очередной раунд 5 в 0. По-моему, Нига просто так купил пулемет, он даже ни разу не выстрелил за эти два раунда. А что у нас там в параллельном матче? Мувистар Райдерс 10-7 ведут у Энс на второй карте. Там, похоже, все идет тоже к 2-0. Но еще раз повторюсь, друзья, следующий матч у нас не начнется раньше, чем 5.45. Поэтому у нас, похоже, будет долгий перерыв. Ника, ну давай, заживай, родненький. Нет, а здесь нормальный звук, никаких басов. И, тем не менее, минус 2 от Ника в дым. А я ждал прям басы, хотел послушать. Ну, басы, видимо, оффнули у нас в Клинфиде. И, тем не менее, можно прорваться под Б. Там пока никого, хотя Алексиби уже занимает сайт. Дым лежит на КТ. Молик уже потушен. Вальды! Еще и ХЕ-шка взрывает риги. Не, ну это какое-то издевательство на Трайден, как бы. Ну, реально какое-то издевательство. Вон, тут у нас даже Манту слева 2. Ника 2 появилась. Три Ника слева. Похоже, LG сами с собой играли. Посмотрите на графике. LG играли сами с собой, похоже. Иначе я не могу это объяснить. Ну, вот так вот, друзья. OG нас повеселили. Трайден, к сожалению, не в Адалушвиле. Но, может быть, что-то у нас изменится. А пока у нас OG проходят дальше. Они будут у нас играть против Фейс Клан. Какой матч мы будем по счету третьим смотреть. Фейс Клан OG или же Фурия с победителем матча N с Movie Star Riders. Это чуть позже станет известно. Как только известно будет, я вам об этом сообщу, друзья. Ну, а пока отдыхаем. Ждем старт 2-го Best of 3. Поэтому далеко не расходимся. И жду вас в 5.45 вновь здесь, на втором канале. Все так же с вами буду я, Ice Nice. Субтитры сделал DimaTorzok